Краеведение Лучшие из лучших финалистов международного конкурса краеведов, работающих с молодежью, в Доме Рио их награждает лично председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Должен сказать, что для Российского исторического общества и фонда «История Отечества» краеведение является одним из приоритетных направлений. Ведь признаемся, что именно знакомство с историей родного края пробуждают в человеке стремление еще больше, еще глубже узнать историю нашей большой и великой страны. Ну а для кого-то это еще и толчок к тому, чтобы выбрать историю как профессиональную деятельность на всю жизнь. Состязание объединяет не только самых талантливых и инициативных педагогов, которые преподают молодежи историю родного края, но соотечественников, которые живут за рубежом, продолжая популяризировать русскую историю и культуру, а также иностранцев, интересующихся Россией. В этом году на конкурс было подано свыше 600 заявок из более чем 80 регионов России, а также Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Таджикистана и Монголии. Надеемся, что вы останетесь теперь с нами на связи, будете участвовать в проектах Российского исторического общества, будете выступать и в других конкурсах уже как члену жюри и будете передавать свой опыт коллегам. А как заместитель министра науки высшего образования я хочу сказать, что мы ждем ваших воспитанников в университетах. Ждем и постараемся их учить так же, как учите вы. На третьем очном этапе конкурса краеведов финалисты, это 29 человек, представляли жюри свои проекты. Создание школьных краеведческих музеев, виртуальных экскурсий, проведение исследовательских экспедиций и поэтических чтений. Вот лишь часть инициатив, с которыми многие педагоги в своих регионах подчас выступают на общественных началах. Спасибо огромное и Российскому историческому обществу, и Фонду истории отечества за такую прекрасную возможность поучаствовать в этом конкурсе, познакомиться с замечательными коллегами. Это чудесный конкурс, вот я настолько заряжена энергией. Хочется быстрее бежать своим коллегам, детям, друзьям, делиться нашими новыми общими идеями. У нас много просто краеведов, сподвижников, и большое спасибо, что есть возможность где-то себя проявить и услышать слова поддержки о том, что мы двигаемся в нужном направлении и делаем все правильно. После церемонии награждения финалистов конкурса было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским историческим обществом и Национальным дельфийским советом России, которое объединит усилия в организации совместных проектов, выставок, фестивалей, конкурсов, научных конференций и других мероприятий. Мы уже на протяжении нескольких лет взаимодействуем с Российским историческим обществом и видим, что наша работа, совместная работа приносит уже конкретные результаты. Номинация исторического просвещения набирает обороты. В настоящее время, благодаря большому научному сообществу Российского исторического общества, ведется работа по проведению новинации 2024 года на Дельфийских играх, которые будут проходить в апреле в Республике Мордовия. Мы уверены, что совместными силами мы сможем сделать очень многое для нового поколения талантов и очень благодарны Российскому историческому обществу за поддержку. Это еще один важный шаг в развитии и поддержании интереса молодежи к истории своей страны. Служба информации фонда История Отечества.